следующее даже не знаю как вам это показать но был в секонд-хенде был один день и в этот день я накупила на 150 долларов потому что я не могла оставлять эти вещи потому что это такое летнее платье к сожалению я только так могу показать там было очень много вещей высоких вещей я имею очень высоких фирм таких как брюнелла кукинеллы я уже одни штаны женские от этой компании брюнелла кукинеллы я продала если вы не знаете что это за компания вы можете пойти на интернет написать брюнелла кукинеллы пойти на их веб-сайт и увидеть что там цены от 1000 долларов там за шарфик женские штаны я даже не знаю сколько они там могут стоить так что я хочу сказать что в ношеном состоянии и те штаны что я продала даже не было видно что они ношеные и у них какая-то наша женщина купила здесь в сша они были на такую стройную женщину и эти штаны они стоили я их продала за по-моему за 70 но она все равно вот имела займела очень хорошие дел потому что где бы еще она такие купила за 70 и они очень были высокого качества идеального значит это платье видите снова от компании торри бёрдж и почему я его купила потому что она абсолютно новая здесь цена 295 вот вы мне скажете кто кто сдает такие вещи в секонд-хенд вы не думаете что я в секонд-хенде купила вот вам доказательства цена его была 6 баксов 6 баксов секонд-хенде абсолютно новое платье его кстати нашла на интернете но я его сейчас выставлять не буду буду ждать весны и это 12 это знаете очень ходовой это где-то может быть 48 наш не знаю но платье настоящее и самое главное что оно новое с ценой 295 до 295 я знаю что вообще невозможно ничего увидеть но это вот такое тоже платье и видите она вообще такое элегантная и это на женщину на девушку у кого замечательная талия и здесь такие детали это такое нежное это такое весеннее это такое летнее значит это платье она идет с подкладкой вот такой вот и это подкладка это не шелк конечно это этот как он называется я не помню значит что это за компания это компания плэнти от вот такой вот женщины made in china все сделано в чайне я его тоже купила потому что она новая здесь написано аппетит это означает что это на невысокую женщину 10 цены здесь нет к сожалению я еще не узнавала сколько такое платье может стоить но я вижу что стиль этого платья называется стала когда вот так вот пишут имя то 90 процентов что это имя что это название стиля этого платья здесь вот сзади вот такие вот пуговицы и здесь по-моему я не могу вам показать потому что это нужно свет иметь может я потом сделаю отдельное видео покажу вам как оно выглядит но что я хотела сказать я уже забыла что да что в этом платье в нем открытая спина и это платье не из дешевых эта компания такое платье где-то 400 долларов стоит то есть вот тоже и это все они вывозили в один день то есть как я могла вот такое платье не купить да следующее хочу вам показать это тоже по моему или в тот же день или в следующем это не новая но это мужская майка от компании adidas почему я ее купила потому что насколько я поняла что когда вот очень много всего делается на майке на кофте то это какая-то специальная значит это какая-то английская здесь написано Liverpool видите это вышивка вообще но это как блямба такая да она нашита потому что это не сама вышивка нашита так здесь вот написано standard charted я не знаю что это означает здесь вот какой-то симпатичный как логотип какой-то что-то происходит значит здесь идет такая золотая полоска полоска здесь вот на рукаве вот это вот это как знаете как бархатное что-то так что тут на этом рукаве на этом тоже вот такой вот лев так и я как-то находила такие но я их никогда не покупал пока я не увидела почем они на ebay идут здесь вот написано имя чьего-то так и здесь вот семерка здесь в конце тоже лев вот это вот adidas эта кофта она вообще в идеальном состоянии такое впечатление что я вообще никто никогда не одевал знаете обычно на таких кофтах там будут там какие-то пупыришки знаете когда вот это замашивается здесь вообще этого нет какой-то я не вижу это large и это настоящая это не поделка здесь вот тоже выписано и такие кофты они идут но это на ebay где-то за 40 это я покупала в общем где-то за 5 плюс налог чего такая adidas обская кофта следующее хочу вам показать это я где-то месяц назад купила секонд-хэнди тоже вот такой вот сервиз и ну как сервиз здесь знаете это часть часть этого сервиза потому что это далеко не все ну значит у меня было так что маленький здесь еще есть маленькие чашки но я их не показываю значит что было что я взяла маленькие чашки на меня шла женщина с тачкой американка которая видела что я хватала эти маленькие чашки из полки и я взяла вот эти большие сейчас мы покажу большие тарелки потом я пошла в отдел платьев меня туда потянуло да была в отделе платьев ко мне подходит эта женщина и она меня спрашивает я могу увидеть что в твоей тачке что ты взяла с этого комплекта с этих тарелок потому что она видела что я взяла из когда пожалуйста и я увидела то что у нее в тачке бухах вот это вот то есть у нее была половина у меня была половина но я стала думать знаете отсылать вот это вот по почте это паковать это сумма можно сойти вот здесь вот написано butterfly meadow и это от компании lenox видите вот эта цена за одну штуку и они по моему не одинаковые да у меня значит этих больших тарелок штук двадцать окей это далеко не все я вам показываю и на многих они не одинаковые вот эти вот рисунки видите здесь такой с такой бабочкой а здесь такой в общем и эта женщина она стала смотреть и я подумала что знаете с этим связываться отсылать вот это паковать это так надо запаковать что если кто-то это будет ногой пулять чтобы ничего с этим не стало и я подумала я и сказала что если вы хотите вы можете вообще все это взять потому что я не хочу с этим и не делай все и она сказала что мне тоже это не надо почему ты это не возьмешь я сказала что вообще-то я думаю это для себя купить не и так и сказала что я вообще продаю на ebay я думаю это купить для себя ну я так и думала окей я не думала что потому что я увидела на ebay что цены там не такие большие и сделать на этом пять долларов не имеет никакого смысла и что она сказала она сказала если ты покупаешь это для себя то я тебе отдам это вот эти вот вещи а если ты захочешь продать то это тоже со мной это окей что я не буду возражать я сказала если хотите я могу вам помочь даже выставить это аска я этим не занимаюсь в общем этой женщине семьдесят пять лет я думаю что у этой женщины инстинкт был такой материнский ко мне и у нее была вот эта сахарница у нее было в тачке и и имею ввиду вот эти вот две салонки тут еще видите здесь это божья коровка я все обожаю потому что в детстве у меня очень много всего было связано с божьей коровкой она вот это стоило 99 центов в общем и потом идут потом идут вот такие чашки и кстати есть маленькие чашки вот такие вот но я вам их не показываю те маленькие чашки я нашла на чашка была 70 центов это все эти с этого комплекта от компании ленокс и эта женщина я искал то нет мне не надо вы возьмите знаете пожилая женщина я не хочу там это начинать свои всякие то дела знаете с ней делать ну в смысле что если человек хочет и она покупает для себя почему бы ей это не отдать но она настаивала на своем сказала ты возьми если ты это оставляешь себя если даже ты продашь что мне все равно и в общем мы с ней пошли на кассу а это был это была среда когда был вот этот вот дополнительная скидка 30 процентов для пенсионеров потому что иногда в секонд-хенде они мне этого не дают и она стала со мной на кассу и сказала той кассирше чтобы там не засчитала 30 процентов скидку это это сделала так что я за все это плюс я еще купила два платья новых с ярлыками и за все это я заплатила 21 по моему или 22 так что недавно я увидела на ebay что такие большие тарелки продаются четыре штуки по моему они продались за 30 я не помню но я хочу несколько из них оставить нам потому что я вообще знаете не покупаю посуды я не знаю почему я думаю что потому что мне некогда и вот эти вот тоже такие более глубокие я хочу оставить себе такие тарелки и я не знаю мне это все напоминает о моей бабушке потому что мои бабушки была такая похожая посуда и я не знаю когда вот еще можно купить от компании ленокс за 99 центов у меня кстати здесь появился знакомый наш я имею по секонд-хэндом как и я и он ездит намного чаще меня он за день по моему ездит в 4 секонд-хэнда я езжу всего в один и он ему дико везет с посудой он по находил такую посуду мне показывал что вообще обалдеть так что вот это вот что я купила месяц назад и может я вам на видео ставлю покажу эту женщину она мне даже помогала паковать это все и донесла помогла мне донести до машины мне так было неудобно я и сказала может я вам что-то могу сделать просто нет нет только это будь довольна и все такое но я часто вижу в гудвилле так что у нас уже в этом гудвилле такое стало что если я вижу женщин ну которые туда приходят как и я каждый день если кто-то там не скажет о это такое классное все такое то я им тогда предлагаю это не хотите ли вы это потому что я без этого могу обойтись у меня достаточно моего мои фигни всего тут это выставлять продавать так что вот это я вам хочу показать что у нас можно найти в секонд-хэнде дальше меня спрашивали откуда этот гудвилл получает все эти вещи они получают от обычных людей что люди вот в своих домах делают чистки или может даже кто-то знаете меняется ситуация кто-то есть уезжает вообще из штата и люди не хотят собой вести тонны ящиков или тяжелое и они сдают секонд-хэнд но когда они сдают я уже это объясняла в одном из своих видео то им дается бумага они списывают это на налоги на тексы и поэтому и им хорошо и секонд-хенду хорошо потому что они делают деньги с воздуха они за это ничего не платят а потом приходят такие люди как мы кто покупают и хотят на этом сделать несколько день денег для себя чтобы не работать на дядю ну а на этом я закончу не хочу делать очень длинное видео я и так считаю что она очень длинная и вам я желаю успешных находок и походов секонд-хенды с вами была саша всем пока